Дорогие друзья, с грустью сообщаю вам, что 46-й антикварный маркет в доме на Новокузнецком 14-15 ноября работать не будет в связи с последним указом Собянина. Только что узнала об этом и переделываю свой фильм. Хотела вас обрадовать, но огорчаю. И я вам предлагаю посмотреть последнюю часть, которую я сняла на прошлом блошином рынке. Надеюсь, вам будет очень интересно. Ну, у вас, смотрю, новые какие-то появились. У нас новые старенькие остались. Некоторые повторные. Потому что, ну, вот этот рыбак был. Ученый тоже, я помню, был. Вот, рыбаки. Целая страна. Вот этой бабушке я не помню с чайничком. Девочки, это для нас. Бабушка, а вот тоже. Ну, этот с Элем сидит, конечно. Так, и забыла я. Это кто, Копенгаген? Нет, это Англия, Роял Далтон. Роял Далтон, да. Англии точно помню. Вот это не помню, красавица. Вот это, наверное, Клалпорт. Вот это точно не было. Вот это, мне кажется, была. Вот это была, а вот в красном не было. Все может быть. Может, некоторые пришли повторные, некоторые не... Мы любим пить чаи. Если сейчас, то они в магазинах уже стоят очень дорогие. Они же новые. Легчайшие. Очень хорошие. Вообще, потрясающие. А вот это была. Ну, странно, много новых. Кстати, почему-то, видно, женщин больше разбираются. Так что, женщины в сирове. Меня зовут Валентина. Валентина. А можно вас снять, нет? Что? Меня не надо вообще. Ну, неважно, Валентина. Я даже для семейного не буду сниматься. А что мне больше всего нравится на этом блошином рынке? Ну, во-первых, уютная атмосфера, демократичные цены. А продавцы, расположившиеся за столиками, не прочь нам поведать историю своих сокровищ. Обожаю их слушать. И столько узнаю нового. Но ни в одном музее вы столько не увидите. Именно так и выглядят, наверное, настоящие блошинные рынки. Спасибо большое. Видите открытки. 300 рублей, какая прелесть. А кто это, интересно? Это кто-то? Или просто? Написано. Это Соломон. Соломон. Коник какой-то. А вот эти какие хорошенькие. А эти сколько ваши? 50 рублей. 50 рублей. Купле. Ой, я куплю. Очень нравится. А вот такие вот. Это митография 1000 рублей. Это мода там и крышки. О, а вот это прелесть какая-то. Это кто-то? Так, это стоит 1900. Амимона. Ой, какие у вас все вещи красивые. Потому что все. Амимона. Ой, а вот это какая красавица. Боже мой. Дай мне 100 рублей. А? 100 рублей. Бронницы. Бронницы. Да вы что? Такая красота. Бронницы. Уважаемые. Вот ваши открытки. И вот вам 300 рублей. Спасибо огромное. Слушайте. Бронницы. Какая красота. Вы посмотрите. Бронницы. Ну, это вообще. Юля. Я не советую. Вот это да. Ну, потрясающие какие-то. Бронницы. Я даже не думала, что такое может быть. Это 30-е, наверное. 20-е. 20-е даже. Ну, это когда они уже под Кузнецовом были, нет? Нет. Под Кузнецовом в такие годы только осталось. Это Рижский завод. Вот как раз вот Рижский завод. Два две пары. Это до 37-го, 38-го года. У Кузнецова был только один завод. Ой, ну вообще Бронницы. Потрясающе. Спасибо. А вот эти зеленые. Это Кузнецов. Вот это уже Кузнецов. А вот это вот зеленые. И это Кузнецов. Кузнецов? Да. С таким рисунком. Да? Ух ты. Не изящный рисунок. Да. А вот этот зеленый. А это гарнер. Так называемый рисунок капуста. Капуста, да? А я слышала о нем. И капельник. Ну, не видела. Капельник. Вот так выглядит. Да. Капельник. Какая прелесть. Ой, какая прелесть. Какие у вас интересные вещи. Надо уходить. Могу теперь завязать. Кстати, вы знаете, что такое капельник? Капельница для самовара или капельник – аксессуар самоварного чаепития. Под воздействием высокой температуры краник самовара расширяется и покапывает. Чтобы уберечь скатерти и избежать дискомфорта, подносиком и устанавливают капельницу или полоскательницу для самовара. Она помогает не только избежать непрезентабельной лужицы на подносе, но в нее могут сливать и остатки воды самовара или чашек. Чаще всего она бывает изготовленная из латуни. Но иногда и раньше было очень много фарфоровых капельниц. И я не удержалась и купила вот эти открытки. Это совершенно мимишная такая история. Это я купила для своей подружки. Ну а вот особенно она собирает все совершенно о таксах. Ну и ей будет очень приятно такие замечательные открыточки получить. Посмотрите, какая прелесть. Ну а для себя я купила вот такую замечательную открытку. Это, видите, это Собинов. Собинов в роли князя в опере Драгомышского «Русалки». Посмотрите. И я купила эту открытку, она мне сразу напомнила, что нам с вами пора идти в музей Бахрушина. Самому знаменитого коллекционера 19-го, 20-го, начало 20-го века собирал все экспонаты, рассказывающие о театре, об опере. И создал самый знаменитый театральный музей имени Бахрушина. Скорее всего, вот попробуйте там. Ничего страшного нет. Скрипоните, а то у меня руки с перчатками. С перчатками. По-моему, это будет скотч. Но я, знаете, цели процентов не могу сказать. Серебро, там один перебор и одна латунь, одно кольцо. Остальное, там вот с красными камнями. Тепетское серебро, которое может быть там, вот с красными камнями, большими балбуками, этот коралл. Второй этаж, то увидели еще один стенд с этническими украшениями, с марокканскими бусами, подвесками, амулетами. Но здесь нас уже встречала Оксана. Я видела, у Ирины там стояли. Да, рот розинов. Теперь класс. А у вас, вот это откуда такая, вот эти вот большие, это чье? Это Китай. Китай, да? А вот они для чего делали такие большие? Они носили, и мы носят. Носят? И сейчас носят? А вот это? Ну, это же старые, это же. Большие, а это тоже старые. У них очень мощный вообще пахнет. Ну, они носили как? Вот, вот, вот это все Китай. Никакому празднику, а просто повседневно так и здорово носили, да? Нет, ну конечно они одевались на праздник. А бусы, вот эти чьи? Цветные такие. Вот это то, что называется торговые бусы. Вообще они из Непала пришли, но вот эти венецианские. Венецианские? То, что торговала. А вы говорите, из Непала. Вот они в Непале сохранили сейчас. Уже в Венеции такие старые, их уже нет. То есть венецианские бусы в Непале купили? Да, они торговали. Ну да, то есть это в старое, в старое временное. Понятно. Посмотрите, какого качества даже задние фотографии. А у меня, кстати, есть такая же фотография моих родственников. Только уже не помню, кого. Да, но это не серебро, это сплав они делали, да? А вот эти бусы, смотрите. Они подъемные. Это жена силы. Вот это ледненькие. Это бирюза. Бирюза. Вот как моя, видите, кольцо. Угу. Да? Вот прям в точности. Угу. Это у вас тоже бирюза? Да, в серебре. Тоже купил на первом этаже, вот, девушку подарила. Тоже старые вещи. Ирина, да. Ой. Ну вот эти вот. Это серебро. Это серебро. Ооо. Сколько что? Серебро. Ооо. А нет, она дутая, да? Ага. Люгенькая. Люгенькая, да? А я тоже думала, надо ж такое тяжелое носить. Вот какие нам. Нет, они лёгкие. Мне лично нужны. Нет, они лёгкие. Большие вот такие вот украшения. Они, конечно, по 12. Вот эти. Красивые. Есть ещё маленькая. Вот такая вот. Она 47. Ну, в принципе, тоже не маленькая, если так уж. А лошадка. А лошадка. А лошадка. Лошадка что? Ой, какая прелесть. А вот эти тоже бусы какие красивые. Угу. А это из чего? Это капало-то натуральная смола. То есть смола. Тоже смола. А вот эти белые тоже смола. Это тоже смола. У них даже и зелёные бывают. Разных цветов они там добавляют какую-то краску. Ммм. Она, потому что сказала, там у неё смола. С чем была? Со стеклом, по-моему. Но стекло тоже старое такое. Прям видно оно всё. Ну, я знаю. Зелёное? Да. Очень красивое. Ну, естественно. Вот такое сочетание. Вот как люди любили всегда красиво одеваться. Да? Всегда. Всегда приукрасить. Да. Вот эти, смотрите, какие красивые. Я сама собрала из старинных элементов. Посмотрите, здесь старый агат. Тоже из Непала. Монетки. Вот это тоже из непальских украшений. Бирюза. А здесь с кораллами. Здесь это тоже. Вот это под вопросом бирюза. Это, скорее всего, крашеный какой-то. А вот это натуральная бирюза. Вот эти вот. Надо же, как интересно. Или нет? Это натуральная бирюза. Ага. Да. Это вот то, что мне нравится. Это очень красиво. Вот это я сама собрала. А вот эти, смотрите, еминские кружочки. Красивые. Очень красивые. И вот эти красивые. Ой, как на вас красивые. 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 Смотрите. Да. Очень красивые. Вот это чудо. Это все из натуральных элементов. из аутентичных элементов. Ага. Все, все, все. Единственное, что вот эти. Это не тяжелая. И сколько такая красота. Ну, вот эти 15. Очень красивые. Очень красивые. А вот эти. Гривна у вас не серебряные? Нет, это нет. Ну, это, знаете, американка. Вот ей 90 лет. Она модель. Ну, да, да. Которую. Забыла сейчас. Ристочка. Да. Она обожала это. Она как раз вот. Потому что она любила. Я, между прочим, вчера вот это носила тоже на себе. Ну, тоже. Да. Я делала тоже. Вот себя. Ну, у вас и платье такое вот. Я говорю, как холст. На него что не оденешь, все прям вот красиво будет. Вот, кстати, это сама. Потрясающе. Я, кстати, подписана на Айрес Акферин. Но она сама, в Инстаграм. Но она не ведет сама. Она Инстаграм не ведет и ведет ее к поклону. Ага. Я вам скажу мой Инстаграм. Вот я в этих фотографировала. А где ваша? Дайте мне нам вашу. Возьмите. Сфоткайте. Да. Только эта продает на две половины. Да. Хоть приходите. Полюбоваться. Конечно. У меня тут интересно. Я хожу на всякие выставки и показываю, какие выставки в Москве проходят. Ооо. Как с вами интересно. А сколько у вас? Вот эта. Она с отполотыми крыльями. А куда? Вот. Вот. Пожан я тоже сниму вашу. И вот смотрите. Ари. Тоже вы снимаете. Да, да, да. Вот именно в таких. Да, да, да. Вот это ваш миг. Спасибо. Вот смотрите. Один к одному. Не на волк. О, на велос. Да, да, да. Вот я там и поняла вот эту красоту. Вот эту. Боже мой. Ну, кстати, на вас это как-то красивее. Очень хорошо. Я просто так считаю. Вы высокая. Я Ари Сафель поставила лайк. Ну, как бы, что ей нравится. Ой, слушайте, какая прелесть. Да. Она как бы мерила, мерила, все хохотала. Ей говорит, ну, давайте я вас куплю. Я говорю, ой, а куда же я заверну, у меня такой упаковки нет. Она говорит, а зачем? Зачем? Конечно. Я тоже люблю сразу новое одеть и пойти. Да, она как бы перенесла. Ковер какой у вас красивый. Ковер какой у вас красивый. А, и чтобы брать. Да, это пам-бахет, да? Угу. Великолепно. Угу. Угу. А, это можно носить. Угу. Очень красивая. Угу. А эти сколько стоят? Угу. Угу. Красавица. Да, я тоже так считаю. Красавица. Я вот делала из разных. У меня были вот такие. Ну, просто красавица. Я делала вот под себя. А, вы продаете и отдельно вот такие? Ну, отдельно, да. То, что можно собрать, я собрала. И сколько же стоят ваши отдельные? Угу. Угу. Вот отдельно она стоит 5 тысяч. Но она очень резкая. Штучка. Вот именно эта бусина. Этим можно было дешевле. И вот эта дешевле. Вот эта все за 4. Да, да. Потому что здесь немножко она вот тут в не очень хорошем состоянии. Но когда она вот так одна висит. Угу. Она, во-первых, комфортная, конечно. В носке. Да. Сколько такие штучки стоят? Ну, отдельно тут это, по-разному. Ну, от и до. Ну, вот эти 600 большие. Вот эти 800. Эти тоже по 600. Маленькие там. Хорошо. А где вы бываете? Я здесь была. Только здесь. Так это не скоро вы будете здесь. А если вдруг... Я никогда сразу не соображаю. Пока надушу. Да, это все там. Что-то вот это. А, ну, Инстаграм же есть у нас. Олененок. Ну, Инстаграм я там не очень выкладываю. Свои руки. Видишь, там такое. Вот это, чтобы интересные люди. Понятно. В Инстаграме. Подождите. А если вот в Инстаграме что-то понравится, то как это? Приезжать где-то встречаться, что ли? Нет. Это по почте можно оставить. А, по почте. Ну, да, да, да. Я тоже разный размер купила. Очень красиво. Очень красиво. Вот это вот мне очень нравится. Мне тоже нравится. Вот просто... А сколько такое стоит? Ну, я за 6 продаю. Ну, я говорю, оно как в воду с кушейки. Но у меня есть материал, я могу переделать. Понятно. А, добавить. Тоже очень красиво. Я ношу. Очень жаль, что все блошиные рынки в Москве закрыты. Но я успела побывать на блошином рынке на Тишинке. И вас ждет еще много интересного. И вы узнаете даже о моих покупках. До свидания, дорогие мои друзья. Берегите себя. Будьте счастливы и здоровы. До встречи.